Это мое самое первое путешествие в Африку. До этого я не была даже в Египте. На бегу взяла себе йогурт из Дрэгонфрут, быстрая пересадка в Париже и мы прилетели в столицу. Привет! Вот такой вот вид открывается из номера. Как вы можете слышать, чувствуется большой занятой город, столица, разгар буднего дня. Я наконец-то поспала, потому что до этого не спала уже две ночи. Я позавтракала и теперь чувствую энергию путешествовать. И, кстати, несмотря на то, что еще до конца не выздоровела, все равно вот только ты видишь всю эту зелень, ощущаешь плюс 30 градусов, все, все, сразу все. Мне кажется, болезни и усталость, они уходят моментально почти. Столица очень сильно отличается от остальной части страны. Здесь есть свет, электричество, интернет и даже небоскребы. А в остальной части порой даже нет воды. Затем мы поехали в сторону океана, в город Мурундаву. Вот такие москитные сетки всегда висят над кроватями. Ну а закаты здесь просто фантастические. Вот так выглядит территория отеля. Ощущение, что ты находишься в каких-то джунглях. Здесь, в принципе, есть все, что нужно. И даже бассейн. Но, если честно, я не знаю, зачем он нужен, если прямо под боком у тебя такой красивый океан. Завтрак чисто французский. Хлеб, туассаны, несколько видов джемов. В общем, на все завтраки были различные виды хлеба. В общем, отель классный и совсем недорогой. Так что я обязательно оставлю ссылку в описании, если кто-то хочет сюда поехать. Я вам его рекомендую. Единственный минус. Очень долго несут еду, если вы заказываете по меню. Ну, это такой, в общем-то, минус, который можно пережить на отдыхе. День мы провели на пляже. Загорали, купались, наслаждались океаном. Здесь действительно очень красиво. И мне особенно понравились лодки и вот такой корабль, который я здесь увидела. Он выглядел как будто из каких-то старых фильмов. Первое животное, которое я здесь встретила, это вот такая вот змея около нашего отеля. Мы и у аллеи Баобабов. И уже минут через 30-40 солнце закатится. Ну и посмотрим. Я, наконец, увижу вот этот знаменитый вид. Если вы погуглите Мадагаскар и нажмете картинки, то самые такие типичные, мне кажется, картинки Мадагаскара это вот как раз вот эта аллея Баобабов при разном освещении, в том числе и при закате. Баобабы нереально огромные. Когда я ходила по этой аллее, я просто ощущала себя в стране великанов или вообще на какой-то другой планете. А это зебу. Самое популярное животное и мясо на Мадагаскаре. Путешествуйте при любой возможности. Это дарит незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вам интересно смотреть продолжение, как я пробую змеей аллигатора, дружу с лемурами и перехожу через сломанный мост, подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok